МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На пытання, які хвалюють молодых, поспробували отказать организаторы выставы «Гасельный Гумель-2017». А зараз об этом и іншим больше подробятно. У Гумель распочались мероприемства, присвяченные Международному жанночему дню. Сюня отбывся урожайший прием представниц жанночей громадской сети керавництвом в области. Удельницами мероприемства стали каля 60 жаншин. Усеяны досягнули значных поспехов у своих сферах от бизнеса и политики до ховы здоровья и адукация. У профессийной майстерства и жаншины ничим не соступают с представникам моцного полу. Так, сярод 20 лауратов, что годовой премии Гумельского обл. Ваканкама по потрымце талиновитых вучоных, а маль полова – жаншины. Сярод медиков и педагога у каля 85-ти. Самая поспеховая у гэтый день примали веншавание от старшини Гумельского обл. Ваканкама у Владимира Дворника. Я очень благодарна и очень мне лестно, что меня пригласили сюда. Это сразу видно, что оценили мой труд, мою работу. Я работаю в отрасли культуры. Мне очень приятно, что наш труд работников сферы культуры оценен. И что сегодня я именно представляю женскую половину наших работников на этом приеме. А кроме слов «подяки» за добросумленную працу жаншины примали кветки и подарунки. В своей песне для их выканали лепшие творчие коллективы в области. У Баку от же ночного свята не застанутся и гандлевые объекты Гумельщины. Они допомогут набыть подарунки по приемных ценах. Про скидки и цены на кветки расскажет Ганна Ковалева. Кали напереду дни 23 лютого самый популярный товар – это пена для братья, то до 8-го саковика попут уразил зрастает на кветке. Только в Гомеле своих покупников в этой дни чакают больше 400 стационарных и выездных гандлевых кропок по продаже кветок. Традиционных символов 8-го саковика тюльпанов до свята нарыхтовали прикладно 18 тысяч. Их кошт вагается от 1 до 3 рублёв. Цены на оружие варгируются в зависимости от сорта и вытворцы. Айчинные тайные – от 1 рубля 50 копеек. Импортные – от 2,5 рублёв. Средняя цена на кветке у вазони, такие, як яцинты и крокусы – 2 рубли 88 копеек. Цветы, срезанные цветы, появляются в преддверии 8 марта даже в хозяйственных магазинах, даже в строительных магазинах. То есть перечень мест расширяется до безграничья. Сегодня торговля предлагает различного рода акционные мероприятия. Не только частный бизнес, но и государственные организации или организации с государственной формой собственности тоже активно участвуют в проведении подобных мероприятий. С на годы Международных и Жанучего дня некоторые промысловые крамы вырошили разгорнуть акционные мероприемства на весь месяц. Однако самый горячий период будет продолжиться с 3 по 8 саковика. Предпраздничные праздничные дни мы предлагаем покупателям скидки от 15 до 30 процентов. А также мы предоставляем скидки многодетным семьям и семьям воспитывающих детей инвалидов. Серудок цинных товаров парфюмерно-косметичные, текстильные, ювелирные выробы, бытовая техника, керамичный и фарфоровый посуд. До снижения кошта так само доучились цирулини и харчовые крамы. У воголей снижки, у некоторых объектах гандлю и послух будут досягать 70 процентов. Сегодня, зайдя в магазин, любой потребитель может найти товар, который находится на акционной цене. То есть эта цена значительно ниже, чем в обычные дни. Ганна Ковалева, Сергей Лукашук, Яуген Макинка, Телерадо, компания «Гомель». Протягиваем выпуск. По выникам минулого года на Гомельчине зарегистрованы самые низкие сародобластей Беларуси у зровень дитячей смиротности. Неуапошнюю чергу, гэты покажек досягнуты, дякуючу выкаристанию сучасных технологий у медицине. За кошт бюджету набываются новые обсталявания и высокоэффективные леки. Подробязностью Олега Сентюрова. У сенсии оказания медицинских послуг Гомельский областной клиничный роддом максимально одна из самых дорогих больниц у региона. Правда, сами женщины об этом часто навыц не загадываются. Усе выдатки берут на себе бюджет. Сродки, які выдатковываются на медицину, сегодня сяжут наибольшь значных артыкулов бюджетных расходов. Это дозволяе не просто набывать сучасные обсталявания и высокоэффективные леки, а и досягать головные меты, заховывать життё людей. О Гомельским областным роддоме кажут, что еще году 15-му об таким узровне техничной оснащенности навыц не марили. Уже вопрос некольких годин после нарожения детяти медики проведут первое обследование и назначат отповедный курс для учения, часто вельми нетанного. Выхаживание одного недоношенного ребенка в отделении реанимации интенсивной терапии в сутки обходится в 1000 долларов. Это уже подсчитано в мире. Ну и у нас не меньше. Вот считайте. Конечно, для бюджета это достаточно весомо, но государство идет на это. И бывает, что лечение для тяжелой пациентки с тяжелыми заболеваниями или осложнениями беременности тоже обходится в копеечку. Однако государство на это денег не жалеет. Нельзя сказать, что в роддоме бюджетные гроши никто не лечит, а на молодых мать и не экономит. Бдай один, за что женщинам приходится платить, так званые партнерские роды. Кали при народжении детяти присутствуют ничем уж те инши родные. У сего стать не бесплатно, уключающие пятиразовое сбалансованное харчевание. У гуманчанки Алины Черной сегодня-то народилось уже другое дитя. Кажется, что задовольна усим и относится к медперсоналу и умовами. На ужин либо каша, либо картофельное пюре с каким-то мясом или рыбой, либо какой-то другой гарнир. Каша, например, гречневая с творогом, либо каша с йогуртом. Ну, соответственно, между завтраком и обедом полудник и полудник между обедом и ужином. Сегодня у гуманчанки Абасным роддоме поспехово выхоживают зятей в агаеких при народжении, не превышая 800 граммов, а малю три раза меньше звычайного, причем это уже летится нормой. Зараз в отделении для недоношенных детей находится 25 немовлят. Некто проведет тут тысень, некто больше к месяц. На кожных языках у сутки бюджет выдатковый до 100 рублев. И те дети, которые раньше не могли выжить, они выживают, и мы можем выхаживать детей, которые родились с весом меньше килограмма. Самый маленький ребенок, вот у нас лежал в отделении девочка, лежала с весом 630 грамм при рождении. Олег Сентяров, Еген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». До инших тем с нагоды 100-годового юбилея белорусской милиции у «Гомель» вышел на линию тематичный троллейбус. Инициатива належит отделу внутренних справ администрации чекуночного района «Гомеля». Троллейбус с логотипом «100 год» на варте правопарадку будет рухаться по 10 маршруте. Пассажиры смогут ознайомиться с профилактичными материалами, доведаться, как застарахшись от супрацправных деянов и злочинных замахов. По час руху в салоне будут гушать и отповедные аудиоролики. У интернете по ранейшему набирают популярность небеспечные группы, на которые подписываются подлетки. Бяжи обо Памры, Синекит, F57 – так называются паблики, у яких дятей упромым сенси штрухают на суицид. Вся рода небеспечных задания перебегши дорогу перед автомобилем пройти по краю моста обо Даху. Як кранула проблема Гомельскую в область? И что гэта? Новая забава для наших дятей? Гульни у самогубцев? Ти информацийный укид. У нарастающего, як снежный ком проблеме, разбиралися наши корреспонденты. Группы смерти, так называют небеспечные паблики, с подачи российских журналистов. Минавито Украине суседцы. В 2014 году в першиню заговорили об этой заяве. Беларусь, хваля панишных настроев, накрыла в 2016. До сегодняшнего дня Украине не было выпадков спробов суицидов подлетков за включение у небеспечной группы. Але после здарения у Витебска, где девчонка подлеток порезала вены по указанию Гульне, опынулось, что погрозы реальны. И с этим треба нечто робить. Мы не должны делать ажиотаж, но каждый должен знать, что такая проблема существует. И она может коснуться каждого. Поэтому каждый должен знать, что такое может быть, как это заподозрить и куда обращаться. Бяжи або памры «Тихий дом», «Синикит», «Ф-57», «Ф-58», «50 Дён до Майго». Назвы наибольш популярных пабликов смерти у социальных сетках. Выкористовывающие методы НЛП их модераторы подохвачивают детей до позбавленных здорового сенса учинка. Статистика России 150 загинувших подлетков. Усёх это были дети, которые в острове переживали свои проблемы, конфликты с батьками, одногодками, неподеленная каханья. Прежде всего, ответственность, конечно, на родителях, потому что родители должны понимать, чем интересуется ребёнок, как он проводит время, какие у него проблемы, самое главное. Ведь дети, мы очень часто сталкиваемся, когда родители уже после происшедшей трагедии, если мы говорим о суициде, они только потом вспоминают, что да, и там были у него проблемы по учёбе, были проблемы со сверстниками, иногда дети чувствуют себя где-то изгоями, не находят общего понимания с своими сверстниками. Это тоже очень опасно. На жаль, это причины и большинства спробов доброохотного захода с життя молодых людей в Гомельской области. Но абсолютные большинства выпадков проблемы детей застались по зауваге дорослых. Последний случай, который у нас произошёл в Кармянском районе, это гибель 15-летнего подростка, то, что он совершил суицид, и последние минуты он находился в контакте, общался с девочками, с друзьями, и, соответственно, то, что он подчеркнул, как совершить этот суицид, сейчас проходит следствие, но по предварительной информации он именно из интернета. Особую популярность в интернете сегодня набирая руфинг, это экстремальное захопление, представляя собой наведывание недобудованных объектов, высшенных сбудований и закинутых территорий. Оказывается, Гомель для аматоров руфинга место привабное. Сегодня таких экстремалов спыняет только администрационный кодекс, милиция и Ахова. Однако, что тычутся погрозы в интернете, тут стремливающих сил не иснует. В России провели серую ареш, что у модераторов групп смерти, или это не провело до чаканных выников. Пабликов и хэштегов, да их не стало меньше. Такая атака идёт только на территории Крэйн по советской просторы. Есть версия, что дирижеры групп, разумные и умелые структуры, давно занимаются массовыми манипуляциями давать уваги своим детям, тут видовочно не обыстись. Это, правда, пытание национальной безопасности. На одной из умов, якая на думку специалистов не дозволит детям завербоваться в небеспечные группы, изъявляется реальная сфера интересов, то есть захопление спортом, навукой и творчеством. На явность Мэтты, головный барьер, а кипер-эшкаджая, манипулявать особой подлетков. Александр Гамоля, Максим Савин, Игорь Марышенко, Павел Антонов и Михаил Рабко Телерадо, компания Гомель. Процесс подрихтовки до такой важной и отказной падея у жития к веселле зауседы займаешь мачасу. Клопоты, зразумела, приемные, однак пошуки на приклад фотографа альбо декоратора могут растягнуться на некольки месяцев. Значно спростить эту задачу поспробовали организаторы региональной специализованной выставы «Весельный Гомель-2016» и «Едевиз веселле за один день». В Гомельской области очень мало сейчас проходит мероприятий широких и больших, которые могли бы рассказать молодоженам о том, что происходит, как происходит, где кого можно выбрать и так далее. Так вот, свадебный Гомель уже третий год подряд проводится, и это одно из самых масштабных мероприятий свадебной индустрии в нашем городе, в нашей области. Поэтому, соответственно, и участники, кто с нами вместе в этом зале, можно сказать, лучшие из лучших. У одни месяца одразу больше 50 специалистов и новичков индустрии. Выстава объеднала представников «Весельных салонов» и агентствов, кондитерских майстернях, а так само лепших ведущих фотографов, декораторов и визажистов. Так само тут можно было ознайомиться с найновшей аудио- и видеотехникой и гуковой аппаратурой. Дорочью, удельниками выставы стали и ведущие радиостанции «Гомель-Плюс» и «Гомель-ФМ». Со сцены они урушали подарунки от спонсоров и отвечали на эти вопросы. Очень много было смешных ответов. Я вот сидел на эфире на радио «Гомель-Плюс», я получал эмоциональное удовольствие. Если я вдруг в один из дней приходил грустным, я уходил счастливым. Переможцами акции стали семь человек. Сярод их и постоянный слухач радио «Гомель-Плюс» Денис Чувашев. Постоянно слушаю, регулярно слушаю, принимаю участие, очень нравится, выигрываю. Всем советую слушать именно радио «Гомель-Плюс». Очень хорошее радио, очень много полезной информации. Очень приятная возможность на этой выставке пообщаться с нашими слушателями вживую и не в эфире, а действительно это очень приятно, когда мы видим все-таки тех людей, которые нас слушают и которые участвуют в наших акциях. Выстава «Весельный Гомель» прошла в третий раз, до речи аналогов ее Украине не ма. Зараз выстава мая региональный статус, однако оценивающая ее масштабность и запотрабованность, организаторы мают намер поступово поширать географию дельников. Дмитрий Котов, Михаил Рабкоут, телерадиокампания «Гомель». Теплым и дожливым будзе надворья на гэтым тыдни. Як поведомили у областным гидрометцентры, у авторок будзе воблашно, на большей части территории региона пройдут дожжи. У ночной годины чакается слабый туман. Температура поветра у ночи складе до 6 градусов выше и за нуль, у день до 11. У сяроду, восьмого саковика, будзе переважно без опадков. Прогнозуется до 5 тепла у ночи и до 14 в день. А вось участь вирь и наступные дни тыдня махчимы дожжи. У совязи с теплым надворьем на реках и водоемах идзе расставанне льоду. Тому выходець на яго не рекомендуецца. На гэтым выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до сустреча.